Всем привет! Наконец-то снова я появляюсь на своем канале. Целый месяц не было уже роликов, я хотел в это место сорваться, но так у меня и не получалось. Рассказываю вообще какие у меня были планы. Изначально мне надо было еще доделать машину, то есть там были некоторые проблемы. Поменял я ремень генератора, потом у меня также разболтались наконечники рулевые на машине. Также сейчас вот надо будет еще поменять задние тормозные барабаны. Посмотрел я правый задний барабан, он у меня уже имеет трещину. В общем на днях я буду менять их. Тут уже сегодня магазин приходил, ну и их по наличию не оказалось. Сейчас я уже все собрал вещи, уже включен навигатор и собираюсь я на гору Бры. Есть подземный монастырь, хочу сегодня туда добраться. Показываю сколько километров до него ехать. Сейчас за ориентир возьмем город Невиномыск, до горы Брык 53 километра. С собой взял воду. Также у меня здесь есть рюкзак. Также мы с семьей ездили до Пятигорска и до Железноводска. Вставлю сейчас кадры. Хотелось бы вам показать как мы там время провели и что посмотрели. Подошел с другой стороны. Здесь вот на типа вот такой тропинке. Видно что здесь скалистая такая поверхность. Все люди туда уходят. Весь город здесь как на ладони. ИНСРОВ Вmind-то Вон там даже видно, сразу за рот выходит, пузырится, столько голубей здесь летает, смотри вон там голубь сидит, видишь рядом с картиной? Где там шевелится? Где сидят птенцы в углублении? Наверное Продолжение следует Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас тогда завожу машину, ну и выдвигаюсь в путь По навигатору осталось ехать еще полчаса Погода сегодня такая пасмурная, сейчас покажу Надеюсь дождя не будет Там за окном то, что великает желто-коричневым цветом Это у нас подсолнечник, он уже начал засыхать Из этого такой стал коричневый Так, сейчас по навигатору получается едем прямо Проезжаем в Курсавка и Крым, Георгиевская В общем повернул я получается на Курсавку направо Потом наверное от этого поворота еще проехал метров 500 И повернул налево И сейчас проезжаю уже над проезжей частью сверху А вот там, я так понимаю, гора Брык Все, теперь нужно судя по навигатору повернуть налево Чтобы было проще сориентироваться Ехал я с той стороны Это моя машина Мне надо будет ехать в то направление По пути попадется вот такой указатель Сейчас ближе подойду Большой Ставропольский канал Чтобы было легче мне сориентироваться, куда мне ехать Я сейчас двигаюсь по двум навигаторам Вот это у меня сейчас называется приложение Скачал я с плеймаркета GPS, а, gpx, weaver Только у меня версия не про, а просто weaver Вот здесь вот получается мне вот по этой дороге Надо будет пройти до этого монастыря Который находится в пещере И также я еще тут у меня забит в навигаторе Ну это у нас обычный яндекс навигатор Он показывает автомобильные дороги Вот эта точка Ну тут не знаю, докуда он меня доведет Также буду я скорее всего ориентироваться посюда Ну все, тогда сейчас двигаемся Видно уже вот эту гору Судя по навигатору Надо где-то сейчас буду тут повернуть направо Не знаю, есть дорога частая или нет Сейчас увидим Да, вон там вижу, да, дорога есть Крутой поворот Продолжаю сейчас двигаться Также по асфальтной дороге В сторону Верхний Калаус А там дальше я уже не знаю, где вот Отворот Чтобы легче было вам сориентироваться Сейчас сразу же тогда покажу, как я добирался до сюда Посмотрите, там у нас находится Верхний Калаус Вот это самый крутой поворот Я изначально проехал туда дальше Думаю, где тут поворот должен быть Посмотрел по навигатору Так что здесь вот этот поворот у нас И он уходит налево То есть вам надо будет по этому повороту проехать И вот не ехать прямо, а повернуть сюда налево Я, наверное, сейчас еще здесь вот в эту гору поднимусь Там максимально сколько смогу А потом уже тогда, наверное, пешком поеду Поднялся я с той стороны Так вот проехал И вот здесь у нас указатель Памятник природы краевого значения Гора Брык Штраф 500 тысяч Ведется видеофиксация Сейчас также туда буду продолжать По навигатору ехать по этой дороге Ехал я с той стороны Потом пошел подъем Здесь уже дорога не очень такая хорошая Я уже решил машину вот здесь вот на этом питочке оставить А там уже дальше пешком пойду Вот так вот здесь у меня показывают Как надо еще идти Сколько это по времени, не знаю я получится Ну, подозреваю, что вот надо будет Дойти его, наверное, вон до туда До того леска Сейчас тогда переодеваюсь И уже выдвигаюсь пешком Ну все, я переоделся в свою одежду Теперь в путь Попался по дороге сейчас Куст шиповника Какие-то непривычные Большие плоты У нас таких нету Немножко запыхался Ладно, продолжаю Так же идти Так, что у нас там По навигатору показывать По навигатору Так, ну все правильно, идем Здесь наверху Султан Вот так вот Продолжение следует... Смотрите, какая красота Вот тут вот холмы Как будто вот искусственные Как будто их нагребли И вот так он тянется Вот там Какой-то водоем Небольшое озеро Там вот тоже Потом там еще за дымкой Тоже виднеются горы Вот это расстояние Кажется здесь как будто вот Рукой подать На самом здесь В деле Десятки километров Может быть и даже сотни Главное, все степи Вот с этой стороны Имеется лес Тут тоже вот такой вот Здесь, конечно, тоже можно было Ехать на машине Но я что-то сегодня там Не подрассчитал с бензином У меня уже там показывают Две палки Я тут как-то побаиваюсь Может, меня не хватит А вот тут вот дуб растет Ох, какие птицы тут летают Да, ну, конечно, тут вообще Классный вид с высоты Мне нравится Все, вот так и идем здесь кверху Видно, что здесь машины ездят Но очень редко Следы такие большие Может даже быть На квадроциклах Или на каких-нибудь УАЗиках Мне, в принципе, мне на моей гранте Тоже можно было проехать Но я что-то как-то С бензином немножко запереживал Там на выезде, конечно, есть Заправка Сразу же там и потом На обратном пути я заправлюсь Думаю, мне до заправки должно хватить Также продолжаю идти по этой дороге Здесь она уже узкая И вот такой вот вид здесь скрывается Вон там, вдалеке Слышно едет КАМАЗ Небольшой, такой, как букашка Ну, здесь обрывится Прям вообще, конечно, смотришь Сверху, как будто на коптере летаешь Сверху, как будто на коптере летаешь Дошел сейчас до развилки Не пойму, куда идти Что здесь накатано, что здесь Но вот с этой стороны, конечно, побольше Сейчас посмотрю по навигатору Так, что там у нас Не знаю, может быть, здесь идти Или здесь ли идти Ладно, так и по этой дороге пойду Сейчас посмотрю еще Если что-то, можно было как-нибудь там повернуть Да, ну тут вид, конечно, классный Здесь вот на типа такой смотровой площадки Лежат бревна Тут вот тюлечка стоит Чтобы можно было посидеть Передохнуть Или чая попить Кстати, у меня вода есть Можем будет попить Не, вообще, конечно, класс И вот там тоже, смотрите Вон туда надо будет еще идти О, так это еще Около часа Ладно, я тогда сейчас посижу здесь Немножко передохну Попью воды И потом снова в путь Попью воды раз уж сел немножко отдохнуть то давайте сразу же себе и расскажу может кому-то будет интересно все на данный момент я уже здесь работаю по графику работаю на предприятии жена у меня тоже здесь работать на предприятии довольно таки крупная один ребенок пошел в школу другой в колледж пока все нравится им в учителя вроде бы тоже нормальная так что еще рассказать по поводу региона по сравнению с моим здесь конечно пожарче сейчас вот я недавно маме звонил у них там стало холоднее примерно около 15 градусов сегодня тоже спала жара сегодня как-то так дымка здесь стоит но дождя нету в общем к жире как я отношусь нормально переношу ее тоже мне уже как бы надоело в своем регионе и хотелось тепла как-то хотелось мне поменять климат вообще мы даже думали о переезде в халининград но я посмотрел там по работе там все довольно таки печально тяжело найти работу ну и там так уже на машине до туда не вечь так просто там нужно оформить зеленую карту по-моему так если я не ошибаюсь называется и там надо пересечь еще две границы это литву и латвию самый нормальный способ до туда добраться это на самолете там долететь от ижевска там по-моему в районе двух или трех часов вот такие дела ну а здесь я за два дня доехал от своего города на море пока еще не ездил но думаю что получится съездить ближайшее время может быть если в этом месяце не получится то постараемся в ноябре месяце пока загадывать не буду там как получится так и пойдет в общем идти мне еще в то направление так примерно наверное около часа ну все тогда пошли пойдем спустился сейчас с этой горы на видео смотрится здесь как будто небольшой такой спуск на самом деле здесь очень круто примерно наверно под 45 градусов на гранте здесь выезжать вообще не вариант можно забуксовать также спуск он продолжает идти еще к низу здесь еще песок запуксовать вообще не вопрос можно тут лучше пешком прогуляться чем рисковать на машине поднялся я в эту гору он там спустился там вот такая петля идет и вот здесь поднялся фон немножко под запахался так чё там сколько по его навигатору это еще идти ну я все рядышком уже сейчас тут показывает как будто надо повернуть направо я вроде ничего не видел она сейчас сейчас смотришь нормально лесята убежали показываю все ориентиры которые могут присутствовать здесь сейчас лесята были камеру когда включил прикал она у меня и в общем они услышали и убежали не знаю там на камере будет вины или нет здесь вот получается на этом на горе имеется вот такой красный столб так сейчас пойду поближе покажу что там написано здесь у нас геоатерический пункт охраняется государством здесь тоже какой-то столб стоял все значит правильно идем сейчас посмотрю еще навигатору вот у нас давайте приблизим еще вот так вот ну ладно идем тогда по дороге наверно в то направление нам надо вот эти от того красного столба который я вам показывал так идем по дороге прямо никуда не сворачиваем и доходим вот до сюда здесь можем будет передохнуть так вот здесь у нас имеется такая вот просека сейчас по ней и пойдем и вот тут у нас есть обозначение здесь написано султановский курган там вдалеке слышим даже наверно вам будет слышно корову вымычат здесь рассказывается про сам курган также вот здесь есть фотография пещерный монастырь давайте я прочитаю под султановским курганом находится уникальная деревня святыня земные пещерный монастырь вход монастырь очень узкий и напоминает лисью нору за подземным лазом открывается вырубленные в камни песчаные в песчанике коридоры с небольшим с небольшими кельями по обе стороны от прохода потолки покрыты многолетним слоем черной копоти в конце одного из коридоров расположен монастырский алтарь с уступами и нишами для икон по мнению ученых монастырь составлял единый комплекс вместе с пуребальным курганом и служил приверживающим сначала для древних христиан а позднее для местных монахов здесь вот показано но потом я почитаю здесь конечно так вот здесь написано высота высота кургана было около восьми с половиной метров окружность 75 метров диаметр площадки наверху 17 метров склеп был сложен из тисненного камня тщательно обработанный квадрат ну все тогда пошлите вот получается отсюда у нас идет вот такая дорожка здесь просека тут вот жерди вот так вот прикручены очень интересно мне здесь давно я хотел сюда прийти посмотреть так что-то как-то паспортно стало лишь бы дождя не было листья нападали уже такой запах сухих листьев как вот прямо осенью вот отсюда я вышел вот так по дорожке и вот здесь имеется сам вход в пещеру здесь небольшая площадочка тут имеется небольшая небольшая тропиночка по которым можно пройти вот такие здесь стенки все исписано включил фонарик на телефоне стало конечно больше света но тут можно уже стать полностью здесь у нас имеется проход сначала влево вправо здесь вот такой камень давайте пойдем в правую сторону все исписано потолок копченый здесь прохладно повернул я направо здесь имеется иконка вот такая также свечки здесь тоже есть вот такие карманы тоже стоят иконки даже какие-то вопрошения женские держат и вот здесь тоже видите надписи так алёша написано вижу ладно пойдемте туда другое помещение сходим все тоже есть надписи было непонятно вот здесь лицо также тут тоже имеется карманы с конфетами так здесь алтарь вот такой вечная память видимо какой-то герой не знаю к сожалению кто это с иконками тут какая-то нара здесь тоже имеется иконка тоже все в надписях здесь также вон имеется крест иконочки здесь даже вот такая иконка под стеклом здесь как будто специально вот это место вылеплено вот так тоже здесь свечка стояла ну все друзья пойдемте на выход вот здесь я не видел тоже видимо иконки были так здесь и Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда уже никакого страха и не было. Такое ощущение, как будто я уже находился у себя дома. Вообще никакого абсолютно страха не было. Понравилось мне, там походил, посмотрел. Действительно, такое довольно-таки старое место древнее. В общем, у кого есть возможность, приезжайте сюда. Я в описании к видео скину данные координаты. Здесь будет трек, чтобы вам было проще добраться. Ну, а я с вами буду прощаться. Всем пока. Иду в сторону машины. Примерно еще идти, наверное, около часа. У меня все в дымке. Как бы дождя не было. Да нет, думаю, не было. Успею дойти. Так вот, смотрю, так... Как бы, вот если вот... Сравнивать с дождевыми облаками, то они прям такие темные-темные. Здесь больше на дымку похоже. Думаю, нет, не было дождя. Ну, а так вот, если бы в машинах здесь была бы какая-нибудь не вот реводверка, или там пятидверка, или даже шею Нива, то можно было бы прямо до туда бы доехать. Вообще, даже не напрягаясь. Ну, я на своей гранте что-то как-то не рискнул. Там есть горы. Горки такие довольно-таки крутые, в которые надо будет вылетать. Думаю, ни к чему это рисковать. Ну, а так, если, буквально говорю, машина подготовленная, в принципе, даже можно и проехать. Да, ничего страшного, можно ли пройти.